А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, особенно это касается великих и величайших спонсоров. А именно, Ретейл, Смайл, Сиса, Форфик, Джозеф Джостер, Острикбол, Сдагба, Мистагар, Старкеллер. А также величайшие спонсоры, это у нас Артём Борисов, Николай Скобликов, Ати Лагун, Никита Кузнецов, Кэмп Тристри Рус и Райнер Саркоза фон Рихтер. А также вот это спонсоры у нас на ютубе. Самый великий из них это у нас ИШПД Эдгейфл. Если вы хотите поддержать канал материально, а также получить взамен классные бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке в описании на Бусти. Спасибо. Всем привет, с вами Эмбро, наша кампания продолжается сейчас за Советский Союз, и мы давайте будем уже нападать на Китай. Претензии здесь у меня уже готовы. Войска я подвёл, также авиацию поставил, разве что поставил только сюда истребителей. Я их понаделал тут 20 тысяч штук, а штрувики... Ну ой, я их даже не поставил, на самом деле... На самом деле надо поставить. Вот, я просто хотел изучить МИГи 27-е, и потом забыл просто про них, и в итоге не поставил. Ладно, сейчас вот это доизучаем, 40 дней осталось, я как раз поставлю новые истребители и штурмовики. А Китай мы её разберём и так, и без самолётов даже сможем съедать. Погнали, автопланим здесь. Также претензию сейчас готовлю я на Болгарию. Сколько там у нас процентов? Один, я только начал. Турция, на неё тоже потом нападём. И Греция, у неё цвет такой, будто это немецкий рейх комиссариат, но на самом деле нет. У неё вообще дипломатии никакой нет, так что её тоже захватим, нападём. А Крит, кстати, принадлежит нам, вместе с этими прилегающими островами. Албания тоже, здесь триста, я вот думаю, чё, мы Румынию присоединим, сейчас я ей отправил Ленд-Лиз, этот конвой, её включу на свой состав, то же самое с Сербией и Болгарией, я тоже целиком сразу захвачу, не будем париться этим маринеткой делать, сразу присоединю. А вот Турция да Греция, может так тоже взять, тоже присоединить и не париться. Посмотрим. Короче, здесь мы сейчас атакуем. Надо ещё, может быть, здесь атаку начать, потому что Тибет, это маринетка Китая. Пробиваемся? А, ну, само собой. Да, нужно, учитывая, что наши танки в горах очень хорошо себя чувствуют, всё-таки на опыте. А здесь, давайте будем ручку так вот проходить, постепенно здесь тоже можно их давить. Давайте вот сюда, вот так. Во. Нам Ленд-Лиза посылает, короче, я так много сделал винтовок, что они у меня считаются как минус. Вот. Переполнился счётчик, и теперь здесь у меня, оказывается, винтовок не хватает. Вот мне все их посылают. Котел сделали, кстати, по потерям у Китая 252 тысячи, у нас 500 человек. У Тибета вообще 150 тысяч. Ну, них дивизий просто очень мало, они что-то воевали уже против Японии, они вышли победителями, но, видимо, это их тоже как-то потрепало. Хотя там всё, американцы сделали. Короче, я не знаю, что такие китайцы здесь слабые. Фашизм. Он же должен прям войска клепать. Но нет, что-то не клепает нифига. Так, этот нужно закрыть. Здесь сейчас фронт растянем. И мы, по сути, его так вот закрыть должны. Вот сюда вот сейчас проходим, и вот эти войска здесь закроются. Хотя их здесь почти и нет. Потери у нас тысячи, а у них 400 тысяч. Вот это соотношение бешеное, конечно. Так, столица, давайте-ка тут пройтись. По сути дивизии-то у них уже не осталось сколько? Три штучки и всё. А, и давайте-ка вот сюда вот сразу. О, ну-ка, угадал, смотрите, как раз сюда столица и улетела. Вот прям уже копчиком чую. Значит, этот тоже берём, и давайте-ка на юг почесали. Проценты капитуляции у тебя там... Ну, ты, конечно, да, ты большая страна, 79%. Ты страна большая. Что? Румыния. А, Румынию свой состав. Берём. Я её сейчас присоединил, там уже эти конвои пришли, просто и очки у неё уменьшились. То же самое сейчас мы делаем с Сербией. Сербия, так, что? Ты увеличил автономию? Подожди, итог не надо делать. Что значит увеличить автономию? Оба. Оба. Вот это мы сейчас уменьшим, когда конвои придут. Я тебя потом присоединю. Только у меня политка закончилась. А я же там хотел ещё в этой серии реформацию проводить. Да и судьбы стран вот этих вот решать, которые в нашем составе находятся. Ну, короче, будем сидеть копить. Думал, то, что фокус-то не берём никакой, потому что они закончились. И поэтому политку быстрее купим, но она всё равно улетает очень быстро. Тек, шо у нас здесь? Давайте. Тупаем сюда как-нибудь. Сюда вот давай. По процентам. 94. Почти всё. Короче, маринетку уже нельзя делать через мирную конференцию. Сейчас я всё захватил, и выделять ведь тоже нельзя. Походу, в правилах там нужно было тоже указать, чтобы можно было выделять маринетки. Поэтому через толпак уже потом тогда выделим. Китай будет в нашем составе. Чёрт, я уже думаю, блин, может всё это взять и уставить, всё и не паришь. Блин, а? А реально? Ну, в любом случае, давайте, пусть пока так будет, попозже посмотрим. Потому что я бы на самом деле, как и планировал бы Индию выделить, вот эти вот территории вот так вот забрать себе вместе с Монголией. А вот это вот сделать маринеткой. Ну, мы так часто просто делаем. Поэтому, может быть, вообще для разнообразия оставить в своём составе. Кстати, вот этих огрызков тоже позахватываем, но то чуть-чуть попозже. Итак, сейчас я уже захватил здесь Болгарию, Грецию, там быстренько прошёлся. И, наверное, я, пожалуй, оставлю эти страны себе. Ну, Болгарию я уже оставил, а Грецию, да, давайте тоже оставим. Просто, понимаете, мы уже так здесь разошлись, да, потом как бы отделим их от себя, но отчуждать территории, когда ты ими уже попользовался, тем более я тут уже Китай застраиваю там, и как-то совсем не хочется. Не знаю, мне кажется, что всё-таки мы отделять не будем. Уж больно хорошо они смотрятся в нашем составе, ну серьёзно. Вот как-то Турцию целиком в свой состав взять, а вот эту вот уже можно не брать в Ближний Восток. Мы это, конечно, тоже захватим, потому что это Торонский договор. Ну, это возьмём, а вот эту просто замаринетим. Африка, ну, Африка, она тоже в нашем составе, поэтому, может, африканские территории какие-нибудь и стоит брать. Либо вот эту вот по берегу вот так вот взять. Ну, кто-то, по берегу, да, вполне себе. И всё. Ладно, с Турцией... Так, давайте сейчас претензии будем делать. Вот здесь я уже высадку начертил, так же у нас здесь тоже готово. И, в принципе, мы уже можем нападать на эту Америку. У нас просто здесь военных заводов тысяча почти четыреста, а в Америке девяносто. Она их не строит совсем, понимаете? Фабрик зато дофига, но она военные заводы не делает. Мне кажется, она их вообще в принципе не строила. Поэтому с ней разобраться на такую себе. Я сейчас просто крашу территорию, ну, чтобы это не делать после захвата Америки. Уж оставлю её на самое вкусное. А британцы, вы-то, может быть, что-то строили, не? Ну, у вас, кстати, не сильно меньше военных заводов, чем у Америки, я так вам скажу. На самом деле, да. А флот? Флот, скорее всего... А у Америки? Ну, чуть побольше. Мм, мы, кстати, здесь одну территорию Японии взяли, вот эту. Она, оказывается, китайская же была, помнишь? Тоже были китайские территории. Так вот, Ямагути нам и досталось. Это ж можно уже из Японии воевать, получается. Ну, нафига? Ну, зачем вот Японию трогать? Будем здесь, как и вон, американцы. Имеют крупные города, так и мы поимели тоже. Не крупные, но, ох, 2 миллиона, нормально, нормально. Для нас это крупный город, хотя бы о сравнении с китайскими городами. Так, ладно, готовим претензии на Турцию. Так, а вот у нас претензии на Турцию готовы, только давайте авиацию сейчас переставим. Я здесь, вон, 4 тысячи истребителей и 4 тысячи штройков влепил. Авиабаза пока там строится еще. Самолеты быстрее влепил, чем авиабаза. Ну, давайте вот сюда вот поставим. И вот сюда. Все. Объявляем войну. Погнали. Так, у нас здесь получается вот эти вот будут сражаться и вот эти. Все. Острова, конечно, вот эти мы продадим, но пускай противник отвлекается просто. Ох, как мы тут хорошо закатлили. Потери уже, интересно. У нас 500, у них 170 тысяч. 800. Что ж такие потери у нас бешеные, а? 860, у них только 200. Ужас. А здесь? Ам, это не я бахнул. Короче, кто-то из наших марионеток имеет ядерное оружие. И его, это Германия, да, и его применяет. Немцы реально сейчас накопили еще ядерного оружия. Блин, у меня сейчас технологий нету ядерных реакторов, я мог застроить просто немцев. Реально, только нужно сейчас, наверное, поотменять то, что я здесь все строю. Вот эти вот, потому что ячейки я краду. Короче, поотменял как смог, надеюсь, там хватит ячейок, чтобы ядерный реактор еще построить. Потому что немцы реально могут нам помогать своим ядерным оружием. Я так-то его еще и не изучил до конца. Вон, только 200 дней, чтобы атомной технологии взять. А потом только ядерный реактор. Ох, по измеру. Ну, нафига сейчас ты тратишь ядерные ракеты, а? И сюда еще, прям под нас кинул. И сюда? Чувак, я знаю, ты очень злой. А сюда зачем? Ты еще по кишлаку ударил какому-нибудь. Зачем? На американцев нужно готовить. А он думает, что пора развлекаться. Так, ну все, захватываем тебя целиком. Ох, спасибо большое за помощь. Ну, Турция наша. Ну, получается как-то вот так. Так, претензии на Бирму готовы. Непал я уже захватил. Сейчас после Бирмы мы уже будем готовиться нападать на Финляндию. И, соответственно, на весь Торонский договор. Монголия наша союзница, поэтому потом мы ее присоединим. Сейчас в Бирму захотелось присоединить, потому что она очень здесь некрасиво смотрелась. Поэтому лучше сейчас ее в наш состав возьмем. Давайте-ка это закрываем. Потери. 300 на 2000. Думаю, будет получше. Ну, здесь ландшафт, горы, да реки, да такие вот леса плотные. Так что, да, тут потери будут. Так же еще сюда вот одну армию поставил. Наверное, нужно больше 200 перекинуть. Давайте вот так. Не знаю, хватит ли здесь с одной армией. Она все-таки у нас тут. Ах, это сколько жестко. Даже танков нету. Ну-ка, переделываем половину в танки. Быстро. Хоба. Есть. Так, вот эту армию. Наверное, все-таки в танки все переделать не буду, так как она у нас выставка делает. И тут нужно снабжение хорошее и на старте, и там. Когда мы сделаем выставку в Палифорнию, тут же тяжеловато танкам будет первое время. Так что лучше там пехотинцу поставить обычных. А, ну, в принципе, можно вот эту... А, подожди, здесь же вон Гонконг. Давайте двоя сцену дивизию вот эту вот отправим. Они у нас все равно слабенькие. Отправим в Гонконг. Чисто его прикрывать. Может, на него захватят, тогда освободятся. Давай тебя. А вот и два армии, которые здесь уже освободились, ее можно поставить вот сюда вот. Давайте. Хоба. Вот. Тут они уже теперь точно справятся. По Ближнему Востоку, получается, вот это захватить нужно, и все. Это мы трогать не будем. Угу. А здесь одна армия, здесь одна. У Швеции дивизии. Блин, у нее хорошо дивизии. У Норвегии тоже в сумме, если еще Финляндию добавить, то нормально получается. Ну да, не фигня. Ну, короче, посмотрим. С помощью авиации мы здесь, думаю, справимся в любом случае. У Германии, кстати, 60 дивизий. Так. Все, давайте будем делать претензию на Финляндию. 125 дней. Поехали. Итак, давайте уже будем нападать. Только сначала я же накопил 2000 политки, и можно провести реформацию наших республик автономных. Тик-тик-тик. А судьбы давайте прожмем уже после этой войны. Все, нападаем на Финляндию. Начинается у нас война с Торонским договором. Здесь сразу мы автопланим. Тут. Ну, вообще, на самом деле, я бы, может, пока бы на это не отвлекался. Слушай, а может и правда, давай не будем отвлекаться, потому что здесь у них слишком много дивизий. Выйдем сюда, вот нужно подводить еще войск. Вряд ли мы одной армией справимся. Не то, что она слабая, то, что просто малой дивизий. Они тут дофига. И выйдем сюда, фронт растянем. А здесь пока фронт узкий. Хотя здесь можно поатаковать, лишь бы фронт уменьшить. Ну, пока лучше просто постоять. А вот нам главное захватить Британию и Америку. Все. Здесь, кстати, уже можно сразу выставку делать. Поехали. И вот тут, в Америке. Так, что у нас там? А, я не поставил. Сейчас мы... Все. Поставил. Так, ну пока это ползет до Америки, мы здесь уже расправимся с Британией. Что-то мне кажется, что нам здесь не придется из Британии делать высадку сюда вот на восток Америки, как я планировал. Потому что, может, здесь две армии власов вот эти вот сами справятся. Красных мы... Ну, здесь они закончат работать. Тут можем атаковать, давайте. И начнут заниматься уже Америка. Я их отправлю туда вот. Нормально, работаем. Работаем. Смотри, сейчас, может, даже пробьешься вот сюда вот. И мы котел сделаем. Ну-ка, давай, 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 давай. Шведы, нафига, 10 дивизий. Воу, делать нечего. Так, пробиваемся. Скорее. Есть. Хороший котел тут. Американские танки еще зажаты. Быстрее все заканчиваем и отправляемся сюда, в Америку. Так, что у нас там насчет Британии? Давайте смотреть высадку. Она уже готова. Здесь всего лишь-то одна армия. Это, конечно, тоже напряг. На самом деле, что-то мне стоило сделать побольше дивизий. Что-то я как-то даже не подумал, что у нас дивизий мало. И настолько фронтов может просто не хватить. Давайте танковых сделаем 30 дивизий. Жалко, что нету здесь непрерывного фокуса, который ускоряет подготовку дивизий. Ого, ты лагаешь. Оу. Отлагай, пожалуйста. О, все. Нет, видите, непрерывных фокусов, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Ладно, погнали сейчас одной армией. Ядерное оружие взорвалось в небе над Пекином. Оу. Ладно. А здесь, ну-ка, сможем проатаковать? Ну, короче, грызем их. Тут мы уже почти закончили немножко осталось. А здесь, ну, видимо, одной армией сейчас будем пытаться как-то работать. Так, авиация. Она здесь вся работает. А я даже стратегически сюда вот поставил. Единственное, что я не ставил эти межконтинентальные ракеты. На самом деле, что-то я про них не подумал. Но вроде бы они нам здесь и не нужны, как оказывается. Вон, 9000, смотрите. Как оказывается, и не нужны, потому что зачем? Ведь мы тут будем сейчас захватывать эти земли. Зачем их бомбить? Ну, это поставлю. Ладно, тысячу так чисто, чтобы было. Но дальность вот такая. Слушай, может, давай на Америку поставим? Точнее, давай на Америку. Во. Сюда направим. Их же сбить не получится, интересно. Опа. Так, и они здесь ломают, да. Преосходство, конечно, такое себе. Подожди. А вдруг мы сможем сюда атомную бомбу сбросить? Благодаря вот этому. Ну, конечно, превосходство явно они не дают. Ого. А, точно, они же конечные. Они же там прилетели, бахнули, все. Поэтому они такие конечные. Ну, слушай, они у нас так быстро закончатся. Подожди. Может, давай пока не надо? Все, отцепись. Давай не будем. Давай-ка тебя как-нибудь, может быть, направим вот сюда вот пока что. Тут что-то как-то прям дофига тебя их потратили. А сломать здесь? Ну, за все время что-то непонятно. Сбито наших 2000. А что мы тут покоцали вражеские здания? Ага. 33. Что-то как-то совсем скромненькое на самом деле. Но мы сможем атомные бомбы сбрасывать, мне кажется, благодаря вот этому. Боеголовку поменял на ядерную и пролетел. Только ядерный реактор я только вот изучил и только начал строить. Вот в чем суть. О, смотрите, мы здесь почти закончили. Нормально, я на секундочку отвлекся, а мы тут уже вон что делаем. Только из-за того, что я отвлекся, я профукал вот этот момент. Давайте-ка быстренько сюда вот. А союзнички нам бы помогать желательно как-то. А, о, британцы капитулировали и все. Готово. Давайте тогда высадку рисовать вот отсюда. Может, сразу вот сюда. А давайте как-то так, только не через реку. Тут везде такие позиции. А можно сюда вот ударить. Во. Давайте вот так, конечно, проплывать далековато. Обычно в Канаду мы прыгаем, но лучше сюда. А заодно и Оттаву и Вашингтон накроем. И бомбят еще Китай. Угу. И освобождение Британии. Красная армия продвинулась дальше, чем мог предположить любой здравомыслящий русский. И подмяла под себя саму Британию. Пока наши люди пьянствуют, празднуя эту славную победу, мы должны решить, как будет управляться Британия. Мы будем работать с КПВ над формированием правительства. Угу. Получится у нас здесь марионетка. Союз социалистических республик Британии. Сталинизм здесь. Какой сталинизм? У нас же калини... А, ладно. Так. Короче, выездка у нас тут. Ага. Скоро будет готово. Через почти 100 дней. Ладно. Флот вот этот. Ну, пока тогда пускай стоит он здесь. Слушай. Давай-ка ты постой просто. Поддыхай. А здесь мы... О! Все. Мы сюда уже пришли. Теперь давайте-ка Сан-Франциско берем. Давай-давай-давай. Взяли. Ну и в принципе уже можно поставить атаку. Давайте будем атаковать сейчас. А, стоять. Стоять, стоять. Давайте я сразу поставлю еще рецид фельмаршала. Я поставил ту еще фельмаршала в армию еще с Ближнего Востока сюда вот. Оп. И тогда уже можно атаковать. Давайте. У американцев сейчас девизы интересны на самом континенте. Сколько? Так-то у них под соточку, но тут их явно мало. По потерям, ну-ка, 85 тысяч... Ох ты, шведы. Сколько посели. Ну, они там держали. Фиг знает, где попало. Свои войска. Американцы 100 тысяч посели. Мы 30-точку. 30 тысяч посели у нас, а у них 2 миллиона. Офигеть. Так, только давайте автоплан не агрессивный поставим, чтобы эта одна армия далеко не ушла. А эти... Давай быстрее, быстрее, быстрее. Так, а что вы пешком бежите? Давайте на ЖД-шки. Ускоряемся. А, ухань. Разбомбили. Угу. А вы, значит, смотрите. Мне кажется, что здесь и одна армия может справиться с американцами. Ну, здесь вон пришла помощь. Это что у нас? Это Канада. Угу. Флаг у тебя интересный. Это Канада. Да, у него дивизии, блин, больше, чем у американцев? Ну, не больше, но примерно столько же есть у них. Нормально. Да, мы тут далеко, конечно, нет. Все-таки не идем. Из-за Канады. Вот если вы не Канады, конечно, тогда да. Тогда мы бы хорошо здесь прошли. А Канада мешается. Так, значит, выставку сюда вот я уже сделал. Захватили мы крупные города и Канады, еще и Америки. И двигаемся навстречу вот этой вот армии. Которая, кстати, займется Ванкувером. И как раз вот Канада падет. По поводу атомных бомб, у меня там скоро построятся ядерные реакторы. Но, блин, пока они создадутся, сто лет пройдет. Ну, надеюсь, что хотя бы разок я смогу запустить бомбу. У нас построен ядерный реактор в 21. Ух, и одна бомба завершится примерно через 3000 с копейками дней. Да, тут они очень долго делаются. Здесь у нас все отбили высадки. Я создал танковую эту армию, чтобы она отбивала высадки, видимо. А вот эта вот дивизия, я не знаю, что она здесь стояла. Но она, кстати, хорошо зарешала. Потому что сюда вот сделали высадку американцы. Но у нас сделали высадку. 29 дивизий. Одна эта здесь стояла. Так она эту высадку американскую и отбила в итоге. Скорее всего, там просто места не хватило. Мы же две высадки делали. И в Америке, и здесь. Может, ну, как-то... Хотя нет, мы же сначала сделали тут и высадку. Запустили ее, потом это копилось. Короче, почему-то одна дивизия решила не плыть. Но и она там как раз-таки оказалась полезной в самой Британии. Все, Америка здесь уже капитулировала. Нужно взять Канаду. И там вроде как все. Короче, сейчас давайте эту войну закончу. И покажу вам, что в итоге получится. Наверное, границы сразу подергаю. Поприсоединяю Австрию и еще Словению. Германию, ладно же, трогать не будем. Ну, короче, вы все увидите. Итак, смотрите, что у нас сейчас здесь получилось. Это Соединенные Социалистические Штаты Америки. Канадский Социальный Союз. Ну вот, кстати, Аляску я оставил у себя. Дальше. Британцы. Марионетка. Австрию, Словению я себе присоединил. Получили мы прямой выход к 300, который нам принадлежал. Финляндия в нашем составе, все остальные марионетки. Здесь, помните, говорил, что, наверное, оставлю вот так. Но все-таки решил пойти дальше. Захватил вот эти вот территории. Но оно так вот забаговалось. Короче, я не знаю, как вот это самое повыделять. Да, через столбах туда-сюда на это глянул, да вроде и так хорошо. Пускай будет так. Все равно в этом в Африку идти, и поэтому пусть эти территории лучше напрямую Советскому Союзу принадлежат. Мелкие страны. Кувейт, вот это вот совсем уж мелкое. Сихим. Монголия, кстати. Она была вообще в нашем альянсе. Я их через консоль к себе присоединил. Потому что смысл там по 100 дней претензий фабриковать, если можно просто взять. Вот так вот под конец кампании присоединить. Ну и в дальнейшем, конечно же, Советский Союз, он пойдет в Африку, Северную Африку 100% захватит. А Португалию догрызет, может, Ирландию сюда дальше пойдет. Нефти-то сколько? 76-й год, она там уже должна 55 нефти. Кое-когда открываться потихонечку. 104, но Судовская Аравия чуть не открытая. Позже будет. Должна, по крайней мере. Ну, если по ленцу посмотреть, то у нас сейчас вот такая вот ситуация. То есть, самые важные здесь места, это Китай, Индия, Америка, Европа, принадлежат нам. А Южную Америку и Африку, они и так считаются уже под нашей властью. Давайте мы на этом завершим. Вернемся к этому моду, скорее всего, мы скоро, потому что стран еще здесь очень много интересных осталось. Как и посреди Советского Союза, так и за пределами, например, та же самая Сербия. Или, говорят еще, Осланд интересная страна. Так что давайте эту кампанию мы завершим. Встретимся с вами в следующий раз. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерной партии или просто общайтесь на нашей серверах в Дискорде, ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи. Кстати, атомную бомбу даже одну я еще и не сделал. Она капец как долго делается. А немцы скидывали на Турцию, их вон какое количество. Сидели копили, а? Хотя да, мы им столько времени дали. Спасибо. Спасибо.